Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз Недели. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной понедельник, и мы с Вадимом Родионовым снова имеем что-нибудь вам рассказать. Да, это программа Диагноз Недели, так что присоединяйтесь к нам. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и ватсап 230-6191. И говорим мы сегодня о... Начнем издалека. Давайте. Начнем издалека. Ну, теперь мы опять упремся в сложные отношения между мужчинами и женщинами, потому что, как мы видим, по происходящему в мире эта битва не стихает, даже местами разгорается. Битва полов. Да. Начнем совсем издалека. Начнем с классики. Есть концепция Зигмунда Фрейда, одна из, которая крайне не нравится современным женщинам. И да, наверное, видоизменилась. Выработала концепцию о том, что женщины изначально, девочки завидуют к мужчинам, потому что у них есть пенис. Это Фрейд, говорю, написал. Да, это его была идея, потому что мужской пенис – это символ силы, символ власти. И, по мнению Фрейда, женщины мечтали бессознательно им тоже обладать. И могли они это сделать, или победив мужчину каким-то образом, или родив ребенка, что же давало им ощущение силы, власти и значения. Эта теория долго существовала, и, конечно, сейчас она видоизменяется. Ну, почему? Потому что теория была создана в Австрии XIX века, в Австро-Венгерской империи. В стране естественно-патриархальной, в стране, в которой женщины подавляющее большинство занимались домом, домашними делами, ну, это в более таком образованном обществе, или какими-то несложными работами. И да, тогда мужчины были естественно основным и сильным слоем общества, которое всем управляли, все решали, в том числе и судьбы своих женщин. И, наверное, на тот период это имело смысл. Прошли года, и даже век прошел незаметно. Где-то уже годов с 60-х прошлого века появилась такая вещь, как феминизм. То есть, просто, наверное, пораньше, еще во время суфражистов, те, которые боролись за избирательное право. Да? Но феминизм пришел в наш мир, и женщины все более самостоятельны. И на сегодняшний день женщины не хуже мужчин умеют зарабатывать, не хуже мужчин умеют отстаивать свои интересы. И, в общем-то, как сказала моя знакомая психоаналитик Наталья Милопольская, да, может, конечно, зависть к пенису есть, но на сегодняшний день, а ты покажи, чему там завидовать. То есть, кто ты, чтобы тебе завидовать? У нас тоже есть власть, у нас тоже есть сила и так далее. А символичный момент, он исчез? Символик тоже изменилась. Потому что, что такое был символичный момент? Когда женщина хотела обладать вот этой властью и силой, которая принадлежала мужчинам изначально. Сейчас женщины возглавляют государство, причем не потому, что они королевы, получившие по наследству титул. Премьер-министры, канцлеры и так далее. Да, да. Поэтому все это радикально изменилось. С чего мы… Почему я начал именно с этого? Потому что есть такой достаточно актуальный термин, и называется он «фаллическая женщина». То, в общем, включает в себя то, о чем мы говорим. Да. Что это значит? Значит, если мы берем изначально классику психоанализа, что такое фаллическая женщина? По психоаналитической теории, это женщина, наделенная символически фаллосом, перед сделанной властью. Кто ее таковой видит? Маленький ребенок, маленький мальчик. Для него мама наделена властью ничуть не больше, чем папа. Ничуть не меньше, чем папа. А в чем-то даже и больше. Потому что она мама. Да. И она с ним чаще больше времени. Потому что она мама, потому что она его родила, потому что от нее зависит то, что его кормят, и еще много-много всего. И для мальчика мама, пока он не подрос, и маму без одежды и так далее, мама наделена тем самым пенисом. И это, кстати, если мы посмотрим пантеоны древних языческих богов, неоднократно встречались богини, наделенные признаками обоих полов. И женскими, и наделенные пенисом тоже. То есть это достаточно древняя история. То есть один человек, который воспринимает женщину как наделенную пенису, это маленький мальчик. Второй человек, уже взрослый, который воспринимает женщину как наделенную пенису, это мужчина, то, что мы называем подкаблучники. Подавленные, задавленные именно женщины. Не только подавленные, задавленные. Мужчина, который ищет себе такую женщину. Мужчины, которые ищут себе сильных, властных женщин, которым они могут подчиняться, которым они могут отдать всю ответственность за себя, заботу, решение и так далее. И вот этот мужчина тоже в чем-то похож на того самого маленького мальчика, который видит маму как наделенную всеми атрибутами власти, в том числе и пенисом. Второе значение понятия фаллическая женщина – это женщина, и это уже ближе к нашему времени, это женщина, которая всегда и везде отчаянно сражается за власть. Сражается, естественно, с теми же мужчинами. Женщина, которая не терпит мужского превосходства, женщина, которая всегда бросает вызов, и которая должна самыми разными способами свою власть установить. Ну, каким образом женщина борется, опять же, символически с кем-то другим, тоже наделенным пенисом, и она бится за власть? Как победить такого человека? Кастрировать его. Соответственно, лишить этого силы. Да. То есть, лишение мужчины власти, такой жизнь – это и есть такая символическая кастрация. Отнять у него этот атрибут власти и таким образом подчинить его себе. В том числе и психологически это можно и делать? Разумеется. Это психологически и делается. Это психологически и делается. Проблема в том, что подобным образом женщина сражается не только с мужчиной, а не только со своим мужчиной. Она точно так же, естественно, бессознательно может сражаться с собственным сыном. То есть, она воспринимает сына как конкурента в этом случае? Его тоже надо победить. Он тоже мужчина. Его тоже нужно лишить, символически кастрировать. Да. И зачастую мальчик растущего, такой фаллической женщины – это мальчик изначально подчиненный и наделенный стремлением угодить. То есть, мальчик травмирован. Да. Угодить, подчиниться. По некоторым теориям мальчик может даже иногда, если мама хочет его слабым и подчиненным, но, опять я подчеркну, еще это в бессознательных желаниях, мальчик может заболеть тоже, чтобы оправдать мамины ожидания, чтобы быть кем-то, кого можно жалеть, кого можно опекать, кем можно управлять. А к девочкам это не относится, если в семье фаллической женщины рождается, например, дочь? Фаллическая женщина управляет всеми. Более того, через собственных детей она может управлять собственным мужем. Это метод восьбе. То есть, смотрите, фаллической женщине очень хочется быть в центре внимания. И это нам, естественно, напоминает нарциссическую личность. То есть, мы должны провести некую разницу, некое отличие между фаллической женщиной и обычной женщиной, кто чего-то в жизни добивается. Женщина, добивающаяся чего-то в жизни, женщина, наделенная талантом, умом, энергией, волей, она делает некие свои... Она интересуется, отстает в себе карьеру, находит в себе интересные занятия, реализуется самыми разными способами. Это делает не обязательно, потому что надо кого-то победить. В том числе, это та самая самореализация, с которой мы так часто любим говорить. В том числе, это когда женщина в нашем мире, уже не столь патриархальном, имеет возможность конкурировать с мужчиной напрямую. То есть, если когда-то во время того же Фрейда, женщины, которые становились психоаналитиками, становились учеными, становились известными врачами, достаточно редкая история. То есть, женщине было положено заниматься домом, заниматься заботой о муже и детях, и больше никуда особо не высовываться, ни на что не претендовать. Сейчас, хотя представители воинств и феминизма по-прежнему утверждают, что женщины унижены, подчинены, если мы посмотрим на окружающий нас мир, на политическую картину, на то, сколько у нас вокруг женщин руководителей, на то, какими интересными вещами занимаются женщины. Наверное, трудно сказать, что сейчас они угнетены и находятся в неравномерной, неравноправной ситуации по отношению к мужчинам. Согласитесь. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, также задавайте свои вопросы по WhatsApp 230-6191. Но в связи с тем, что женщины добились, ну или, по крайней мере, приблизились к равноправию с мужчинами, потому что дискуссии идут, есть целый ряд стран, где, в общем, женщины еще далеки от того, чтобы их права соблюдались так же, как и мужчины. Ну, возьмем, например, исламский мир. Сегодня вот эти фаллические женщины, они становятся другими. То есть, они становятся мягче в связи с тем, что уже нет такой потребности биться всегда за себя в неравном бою. Я думаю, что нет. То есть, в этом смысле ничего не меняется? Я думаю, что фаллическая женщина одержима стремлением победить обязательно. Вот здесь, повторюсь, есть разница между женщиной, желающей достигать, обладать какими-то профессиями, науками и так далее. И тогда добиваться каких-то вершин и высот в этом обществе. И женщина, которая стремится победить мужчину, обессилить его, кастрировать его, сделать его беспомощным и подчиненным. Я думаю, что, конечно же, все равно фаллическая женщина – результат некого невротического процесса. Когда человек азартно, изо всех сил хочет самоутверждаться, особенно за чужой счет, это всегда результат некой травмы. Хотя сейчас есть некие открытия в генетике, когда в наших X, Y хромосомах, кажется, есть некие… Не так все просто, как мы когда-то учили. Есть женщины, у которых этих женских хромосом, мужских хромосом, они тоже присутствуют. И присутствуют в неком усиленном масштабе. Поэтому вопрос, женщина так себя ведет, потому что чисто психологическая мотивация, или потому что это на генетическом хромосомном уровне – это разные вещи. Но это желание победить и достижение, скажем, результата, когда фаллической женщине, допустим, удается победить, поработить мужчину, это приносит ей чувство удовлетворения? Конечно. То есть сам факт победы? Конечно. Он приносит ей удовлетворение, и, наверное, слово «облегчение» тоже будет уместно. То есть она страдает, по сути? Да, конечно. Это чувство облегчения, достижение некой цели, которой она чувствует себя не только победительницей, возможно, может, отомщенный будет правильным. Возможно, это слово, она взяла реванш за некогда пережитые своим ощущением унижения, обиды и тому подобные вещи. Ну, получается, как в песне у Гребенщикова, что по последним данным разведки мы воевали сами с собой. То есть фаллическая женщина, по сути, воюет сама с собой, как я понимаю. Мы все воюя, в самом-таки, в таком невротическом уровне, мы все воюя с окружающим миром, и таки воюем сами с собой. Потому что окружающий мир может этого не понять, что мы воюем с ним. Или понять как-то не так, как мы это. Да. Понимаю. Да. Поэтому, когда мы имеем дело с подобной женщиной, это очень непростая ситуация. Потому что, во-первых, нам очень трудно ее распознать. То есть так это быстро не считывается. Ну, есть, например, женщина властная. Это видно практически сразу. Ну, человек приходит на свидание и видит, что женщина властная. Это не так все. Властная. Есть женщина, для простички, вульгарность, есть такое выражение «женщина с яйцами». Что и есть. Она фактически… Подразумевает. Это и есть синоним фаллическая женщина. Женщина с яйцами. Женщина, наделенная пенисом. Вы считаете, в данной ситуации, о неком стержне? Не всегда эта женщина неженственная. О стержне, о бойцовском характере. Она может быть в работе, а, например, в семье быть милой и поклоненной. Нет, это не мужеподобность. Это умение добиваться своего, умение противостоять, умение сражаться и так далее. И вот фаллическая женщина, это немножко другое. Наверное, ты уже после рекламной паузы хотел бы подробнее. Возвращайтесь вместе с нами. Через несколько минут мы продолжим. Программа «Диагноз. Неделя». Мы продолжаем. Это программа «Диагноз. Неделя». В студии работает врач-психиатр Рель Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И говорим мы сегодня о феномене фаллической женщины. Можно ли это назвать феноменом, кстати? Это Фрейд еще придумал, как мы выясним. Можно ли это феноменом? В этом есть парадокс, согласитесь. Все-таки фаллическая женщина. Ну, я думаю, что с точки зрения психоанализа и так далее здесь парадокса нет. Звонок у нас? Да, принято. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте, Лариса. Вот меня, я не пойму, вот что они думают, эти женщины. Вот, например, у меня у брата жена. Она вот такого типа, как вы ее называете, этих женщин. Муж от нее в итоге сбежал, то есть мой брат. Сыновья. Один живет здесь, в Риге. Второй живет в Венграде. Мама в Москве. Они с ней как можно меньше стараются общаться. А вот что он... Сейчас ей где-то лет под 60. Еще она здоровая, работоспособная. А вот под 100 лет-то, что с этими женщинами будет? С кем они останутся? Вот это вот очень интересно. Они об этом думают? Спасибо. Спасибо. Ну, Лариса, во-первых, вопрос, что они об этом думают, интересно. Но я повторюсь, то, что происходит, происходит на бессознательном уровне. То есть, если мы представим, что где-то женщина как коварный манипулятор просчитывает планы, как она кого-то обезвредит, лишит власти и так далее, так это не происходит. Такая часть осознанная бывает, но это, естественно, бессознательное стремление. Поэтому о таких вещах с кем я останусь? Останусь ли я одна? Потерплю я поражение? Эта женщина обычно не очень думает. Как я уже сказал в прошлой половине передачи, фаллическая женщина, женщина, стремящаяся к власти, стремящаяся добиваться для себя преимуществ и так далее, чем-то это роднит с образом нарцисса. Мы неоднократно в наших передачах говорили о нарциссических личностях. Если нарциссическая личность, если некоторая доля нарциссизма необходима каждому, чтобы оставаться у самого себя в центре внимания, чтобы добиваться для себя в жизни чего-то хорошего, чтобы отставить свои интересы, то нарциссический невроз, так называемый, когда человек искренне уверен, что он является центральной фигурой этого мира, и все окружающие предназначены служить ему, удовлетворять его желания, восхищаться. Человек искренне удивляется, когда это всё не происходит. Так вот, нарциссическая личность, женщина-нарцисс не скрывает своего упоения самой собой. Она не скрывает восторга от себя. Она не скрывает и от окружающих, от того, что, естественно, ей причитается вся любовь, все внимание, все знаки почёта и всё остальное. И влияет она очень грубо и напрямую, просто требуя даже не признать, что может быть как-то иначе. Фаллическая женщина – это более тонкий случай. Фаллические женщины – это женщины-манипуляторы. Ну, например, мы все сталкивались с ситуациями, где женщина пытается всячески манипулировать мужем через детей, заставляя детей быть с мужем с отцом холодными, заставляя детей отвергать его, заставляя детей всячески становиться проводниками маминой воли. То есть, она ищет союзников в этом смысле? Да. Усиливая свои позиции воздействия? Да, это же не союзники, это инструменты. В том-то и беда. Это не союзники, а инструменты воздействия. То есть, она может заставить... Звонок? Да. Давайте ещё примем. Здравствуйте. Так, только что был. Звонок сорвался. 612-93-9 и 612-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? 12-93-93. Здравствуйте. 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 Да, Валдис. Да, Валдис, слушай. Валдис, послушайте. Послушайте, вот слушаю, слушаю. Вы так странный образ для таких женщин придумали. А мне кажется, что вы обсуждаете сейчас один из так называемых гендеров, которые для многим сейчас само понятие гендера непонятно. Так вот, мне кажется, вот шмофалическая женщина – это социальный тип, как раз один из гендеров. Может быть, в этом ракурсе продолжить беседу, тогда будет понятнее, что это такое. Да, спасибо вам, Валдис. Это не социальный тип, это психологический тип. То есть, тоже на это отношение к неким социальным словам. Тем не менее, в первую очередь, во психологии гендер здесь имеет некое отношение, но сейчас речь не об этом. Так вот, мы все знаем женщин, которые могут заставить ребёнка не пойти гулять с отцом, хотя ему очень хочется. Или кто может заставить ребёнка не принять от отца подарок, хотя ему-то подарок тоже очень нужен. То есть, если ты примешь подарок, ты меня придашь, например? Вроде этого, то есть, это всё такое на уровне манипуляций, дёрганье за ниточки. Выбери, кто лучше, мама или папа. Да. Хотя живёт с мамой, и, соответственно, выбор очевиден. Причём, заметьте, когда начинаются войны между женщинами и мужчинами, когда начнётся развод, раздел детей, имущество и так далее, когда-то раньше, как говорили многие уважаемые коллеги, что мужчина при разводе раньше редко был настолько беспощадным, как женщина. То есть, мог добиваться какой-то своей цели, освободиться, ещё что-то. Не более того, женщина сражалась, чтобы лишить мужчину денег, лишить мужчину территории, детей и так далее. Правда, сейчас, вот мне кажется, этот процесс, когда женщина маскулинизируется и мужчина феминизируется, он идёт дальше. И уже я неоднократно слышал от своих пациенток, пациентов истории о мужчинах, которые, разводясь, женщины пытаются и уничтожить, и лишить всего. То есть, какие-то… Можно ли пытаться ударить фаллическую женщину ниже пояса? Пытаться лишить её детей, денег, средств существования, квартиры и всего на свете. То есть, растоптать, фактически. Да, то есть, какие-то… Это просто такая беспощадность. Так вот, фаллическая женщина, сражаясь, не знает правил. Она будет делать всё, иногда даже очень изощрённо, чтобы добиться того, чтобы заставить мужчину страдать, заставить мужчину подчиниться, уступить её власть. То есть, в любви, как и на войне, все средства хороши. В данном случае можно применить слово «война» на все средства. Здесь речь уже, очевидно, не идёт о любви. Причём, не будем забывать, что всё равно, по сути своей, эта женщина глубоко несчастна. Звонок? Да, ещё только что был, сорвался мой звонок. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефон прямого эфира. Звоните. Программа «Диагноз недели». Вот снова появился. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Александр. Да, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот вы как-то не особо стараются говорить о таких типах женщин, а вот были такие типы в отрядах СС, спецгруппы, особо жестокие, набирали туда исключительно женщин. И вот что это за тип, так сказать, женщин? Это к этому типу относятся или нет? Нет, я думаю, это надо другое. Я думаю, что это садистические личности, и личности склонны к грубому доминированию, к получению удовольствия от мучения, унижения и смерти других людей. Это немножко другая история. То есть, фаллическая женщина, ей, по сути, страдание того, с кем она воюет, не так важно. Я так понимаю. Ей важно просто поработить. Поработить. У нее есть цель – захватить территорию. Схватить территорию. Ну, как приходит завоеватель. Ну, это может такая, как нынешно принято говорить, мягкая власть. Когда приходит, и постепенно, постепенно, без прямых скандалов… Мягкая сила как-то. Да, без прямых скандалов, но постепенно мужчины обнаружат себя лишенным всяческой власти, всяких механизмов влияния. Личное пространство. А здесь только подчиняться. И опять, если речь идет об отношениях женщин своим партнером, окей. Во-первых, есть мужчины, которым нравится подчиняться. Есть мужчины, которые вступают в отношения, заранее выбираясь и женщину, которая над ними будет доминировать. То есть, это добровольный выбор. Да, и кто мы такие, чтобы указывать, кого им выбирать. Почему они выбирают это дело их и их психотерапевт? Насколько в этих отношениях хорошо. А вот, когда это затрагивает детей, которые тоже должны быть подчинены, которые тоже практически кастрированы. Когда у мальчика нет своей жизни, скорее, стремление постоянно угождать маме. Это когда говорят «маменкин сыночек», это часто относится именно к этим травмированным детям, которые вырастают абсолютно безвольными, или не абсолютно, ну или, по крайней мере, их воля подавлена. Их воля подавлена. У них отсутствуют навыки решать какие-то житейские проблемы, потому что за них всегда все решали. Для них женщина, мать – это как Господь Бог, который управляет всей их жизнью. Они за него милости или не милости, и поэтому они страдают. Но когда эти мальчики вырастают, они не пытаются вырваться из-под этой гиперопеки, или вот этого искаженного отношения, когда ты живешь постоянно под этим прессом? Ведь часто бывает обратный эффект. Ребенок вырастает, и он хочет от этого избавиться, он хочет уйти. Во все тяжкие уходят. Потому что, чтобы пытаться вырваться, нужно осознавать, что происходит. То есть, ребенок может понимать, что что-то не так. Он может испытать какое-то неудовлетворение, какую-то тревогу, понимание, что жизнь его идет не туда, куда ему хочется. Но для себя признать, осознать, что это напрямую связано с материнским образом, он не всегда в состоянии. То есть, это довольно замаскированная история для человека, который находится под этим воздействием? Конечно, конечно. То есть, понимание, что, в общем-то, как и для мужчины, так и, тем более, для ребенка, понимание, что эта женщина меня кастрирует, это требует усиленной работы. Это еще сложно принять по причине того, что это унизительная история, даже психологически. Сложно принять, потому что матерский образ наделенный любовью. Этот ребенок любит свою мать и ощущает, что она любит его. А мать любит его все-таки? Вот в данной ситуации полическая женщина способна любить того, кого она порабощает? Я думаю, да. Но я думаю, что любовь ее изначально, уже поскольку сама женщина травмирована, эта любовь искажена и травматична для тех, кого она любит. Но опять, что роднит их с нарциссами, они все у себя в центре всего. То есть, фаллическая женщина, она в центре. Конечно. Она сама на первом месте, ее амбиции, ее завоевание достижения на первом месте. Это известная история. А перекодировка может произойти? Что я имею в виду? В том смысле, что, как часто говорят, с возрастом или после каких-то событий, человек, если не меняется полностью, то может это подкорректировать свое поведение. Для фаллической женщины есть какие-то рубежи, какие-то точки, когда она может, в общем-то, задуматься о том, что она делает? Я думаю, что аргумент с возрастом здесь не работает. Потому что если она, что называется, успешная фаллическая женщина, если ее окружают подчиненные кострижеванные мужчины, и она доминирует в своем царстве, для нее это… Комфортная среда. Да. Ее нет мотивации что-то иметь. Хотя периодически, я думаю, какая-то тревога накрывает, но всегда идутся какие-то новые объекты для кастрации, новые, кого надо победить. Наверное, когда такая женщина попадает в ситуацию, когда все ее планы, желания, надежды рушатся, вот тогда что-то может измениться. Но человек, в данном случае женщина, может задуматься о том, что с ней происходит, и прийти, например, к психотерапевту и сказать, «Мне кажется, я что-то делаю неправильно». Такие случаи бывают, например, в вашей практике? Конечно. Нет. Никто никогда не приходит с понятием, глубоким осознанием, что с ним творится. Он понимает, что что-то не то. Человек приходит с чем-то, что на поверхности. Неважно. Отчего мне периодически подавлено и плохо? Отчего у меня есть масса достижений, нет удовлетворения? Отчего все мои отношения рушатся и распадаются? Отчего мой мужчина мне подчинен, а радости этого никакой не испытывает? И еще много-много разных поводов. Вопрос из WhatsApp. Вот, Виталия. Тетчер, Хилари Клинтон, Раиса Горбачева – это фаллические женщины? К образам известных. Я думаю, что Раису Горбачева я бы сюда, наверное, не добавлял. Маргарет Тетчер, конечно, женщина, которая стремилась к власти. Железная леди Великой Клинтон. И действовала жестко, беспощадно, за что кто-то ее уважает, а многие до сих пор, по-моему, не так давно, сколько-то лет назад было, годовщина ее смерти. И в Лондоне были какие-то массовые гуляния и ликования по этому поводу отдельных особо неприятных персонажей. Аргентинцы тоже помнят. Маргарет Тетчер, за Фолкландские острова, которые Мальвинские. Маргарет Тетчер не была из тех людей, которые пытались кому-то угодить. Но опять, она действовала напрямую. Она была такая вот именно железная. То есть, не манипулятор в каком-то. Нет, она действовала. Наверное, политик, не манипулятор не имеет шанса преуспеть в политике. Но, в первую очередь, все-таки она не скрывала своих амбиций. А Хилари Клинтон? Тоньше игра. Мне кажется, на мой взгляд, это, конечно, не знаток тонкостей жизни семейства Клинтон. Но она, по-моему, куда больше похожа на манипулятора, чем Маргарет Тетчер. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите, высказывайте свое мнение. Если мы говорим о фаллических женщинах, то сразу возникает вопрос о мужчинах с обратной такой символической гендерной принадлежностью. Вот есть такая проблема в психологии? Фаллические женщины и нефаллические мужчины. Ну, что такое нефаллические мужчины? Ну, мужчина, в котором более выражено женское начало в том смысле, что, опять же, мы ведь говорим, когда афаллическая женщина – это не совсем мужское начало. Это негативная некая такая коннотация. Да, конечно, негативная коннотация. Но мы когда-то говорили в наших передачах, был такой философ Отто Венингер, который написал книгу «Полый характер». Был во многом предшественник разных научных теорий, в том числе и частичных психоанализов, мне кажется. Он, к сожалению, человек раздираемый в внутреннюю конфликты, он был евреем и антисемитом одновременно. Сложное сочетание. Да, он написал эту книгу в достаточно молодом возрасте покончил с собой. Он, по-моему, один из первых написал о том, что и в женщине может быть очень большая мужская составляющая, и в мужчине может быть очень большая женская составляющая. Правда, Венингер, как дитя патриархального общества, считал, что даже женщина с максимальным количеством мужского в себе всегда будет уступать и будет слабее мужчины даже с очень большим количеством женской составляющей. Афалиной предлагает, Афалинами предлагает назвать Виталий. Афалины – это дельфины такие, по-моему. Ну вот, зачитал то, что написал. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Артём. Да, Артём. А у меня такой вопрос. Не мог бы, уважаемый гость, рассказать о, например, судьбе ребёнка, так называемой фаллической женщины, которая развелась с мужем, категорически запрещала ребёнку с отцом видеться, там даже сменила фамилию. Какова готовная судьба вот ребёнка такой женщины, мальчика, мальчика? Спасибо большое. Спасибо вам. Вот и так. Судьба мальчика, к сожалению, не завидна. Во-первых, потому что мальчик, я говорю, символически кастрирован. Мальчик предназначен для подчинения и угождения желаниям своей матери. Такой мальчик может долгие годы не находить в себе девушку, не находить в себе женщину, потому что он всё равно при матери. Он должен заботиться о маме, он должен её оберегать, он должен решать её задачу. И это же бессознательно зашито. Разумеется. Он может даже ощущать, что что-то не так, но всё равно не значит, что с этим делать. Если мама исчезает, умирает, если ещё что-то, с высокой степенью вероятности этот мальчик найдёт себе женщину с таким же характером, который тоже будет... У меня есть любимые воспоминания, когда ко мне когда-то пришёл с женой такой грустный, пьющий мужчина. С него такая крепкая, крепкого сложения женщину сурового вида. Когда я спросил, в чём проблема, только он начал мне отвечать, она его перебилась. Я скажу вам, в чём его проблема, доктор. У него была очень властная мать. Я посмотрел на них и с грустью подумал, насколько это очевидно. Вот мне кажется, это и есть, к сожалению, судьба мальчика, вырос такой женщины. Он, скорее всего, найдёт себе что-то очень похожее. Если на каком-то этапе мальчика не остаётся достаточное количество сил, чтобы начать искать себе помощи, чтобы, опять же, он, наверное, доходит до психотерапевта в идеале, сообщил ему почему-то плохо, что-то не так, что-то не ладит в его жизни. И тогда, если терапевт достаточно профессионален, они всё равно выйдут на тему его отношений с матерью рано или поздно. И это можно изменить? То есть, жизнь этого пострадавшего ребёнка можно, ну, скажем, употреблю слово, наладить? Я думаю, что да. Я думаю, что это требует, конечно, серьёзной работы, глубокая изначальная травма. Я думаю, что он не станет таким серьёзным мачо-решительным с характером и так далее, но сделать его более независимым, более осознающим свою мужественность, более, значит, своё право на решение в этой жизни, да, возможно. То есть, вопрос, опять же, в уверенности в себе в том числе, потому что такой ребёнок, такой человек, у него занижено это качество. Да. Поэтому, если мы говорим о ребёнке подобной женщине, мы говорим о мужчине подобной женщине, у нас есть, у них, точнее, есть две необходимых вещи. Одна из них – осознать, что они перестали жить собственной жизнью, что, по большому счёту, они уже и не совсем мужчины. И увязать это с теми отношениями, которые в жизни есть. А потом, когда человек имеет возможность выбора, пойти куда-то, поискать себе помощь, поискать понимание, что же с ним происходит, или выбор оставаться в этой жизни. Как мы уже говорили, есть мужчины, находящиеся в таких женщинах специально, и, в общем-то, им нравится быть такими, с такими женщинами. Но они могут быть счастливыми в том понимании, в котором мы говорим о счастье? В том же понимании, в каком счастлив мазохист, находящий себя садиста, с которым он находится в долгих отношениях. Но мазохист может быть счастлив в таких отношениях? Я думаю, что это счастье, но это удовлетворение кратковременных импульсов, снова и снова возникающих. То есть, в итоге всё равно плохо? Да. Поэтому человек, который находится рядом, неважно, с фаллической женщиной или с нарциссической особой, он будет по определению несчастлив, пока не начнёт задаваться вопросами, что же не так в моей жизни и с чем это связано. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим программу. Хотя не закончим, у нас ещё есть время, есть звонок, давайте его примем тогда. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Алексей меня зовут. Да, Алексей, слушаю вас. У меня вопрос к уважаемому Ариэлю следующий. А не ведёт ли вот это всё к таким последствиям, что, в общем-то, люди становятся гейми, лесбиянками, трансгендерами и прочее? Спасибо. Нет, я думаю, что это не ведёт. Хотя, я когда-то уже говорил, что, на мой взгляд, ориентация человека может изменяться в двух случаях. Или когда это есть некая изначальная предрасположенность, гормональная, агентство, как угодно назовите. Или человек растёт в семье, где родитель одного с ним пола, родитель противоположного пола настолько жесток или холоден, отталкивающий, что в дальнейшем, допустим, мальчик, выросший у жестокой и тиранической матери, у него женский образ с нежностью и любовью не ассоциируются в принципе. И он может искать себе утешение с мужским образом. Тоже касается девочки с тираническим отцом. Но, я думаю, всё это переписывать только на фаллические образы было бы чрезмерно. Ну что ж, на этом мы сегодня закончим. Такое у нас выступление на БИС со звонком в радиослушатели. Мы уже почти попрощались и решили вернуться. Ну что ж, Ариль Орезник-Мартов, врач-психиатр в программе «Диагноз недели». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До свидания. Всего доброго.